Всем привет! Мы с вами очень давно не виделись, и на самом деле за этот промежуток времени очень много разных новостей и событий произошло. Сначала я ездила в Челябинск, потом вернулась, мне удалили зубы мудрости, ходила неделю вот с такой щекой. Ну и вообще после такого долгого перерыва, конечно, всегда очень сложно и волнительно возвращаться. И еще две новости, которые, думаю, вас порадуют. Во-первых, у меня новая профессиональная камера, поэтому качество картинки должно резко возрасти, но, честно скажу, я до сих пор не разобралась с настройками, и поэтому еще целую неделю не могла заставить себя что-то снимать. В общем-то, сейчас вроде как более-менее что-то я сумела выстроить, свет по-прежнему хромает, это по-прежнему моя точка роста, но я думаю, что очень скоро эту проблему решить получится. Ну и вторая новость, это то, что недавно я ездила на съемки рекламы и привезла просто невероятное количество разнообразных ароматов. Много новых брендов, которые еще не были представлены у нас на канале, разнообразные новинки от Latafe, долгожданные духи-часы, про которые вы у меня постоянно спрашиваете в комментариях. Всего-всего очень много, я еще их пока так подробно, детально не разглядывала, не рассматривала. Сейчас досниму вот, наверное, на этой неделе старую партию и уже со следующей буду радовать вас новенькими запахами. Я не поздравила вас с первым днем весны, но поздравляю всех нас в целом, что мы пережили зиму, что совсем скоро станет на улицах тепло и зелено. Уже сейчас в Москве три дня подряд светит ярчайшее солнце, и я на вдохновении от этого настроения. Решила сделать обзор, как мне кажется, на такой же весенний аромат, который называется Hanan. Вот в такой коробке он приходит, она такая бархатная, очень нежно-розовая, красивая. Аромат женский, флакон выглядит вот так. Надеюсь, что камера сфокусировалась и передаст вам все великолепие форм и цветов. Аромат выполнен в направлении женской девятой молекулы. Меня это порадовало, потому что у меня на полке стоит точно такой же запах в направлении, опять-таки, молекулы, только от бренда La Pareto. Если вы внимательно следите за нашим каналом, я думаю, что вы точно уже видели его, потому что я часто добавляю его в разнообразные подборки, и последняя подборка, в которой он засветился, была новогодняя. Вот так вот выглядит флакон, очень красивый, как по мне, он смотрится чуть более выигрышный, чем флакон от Latafe. Сегодня попробую не только обозреть этот аромат, но и сделать сравнение. Вообще этот аромат, если он действительно похож на девятую молекулу, должен напоминать нам такое розовое шампанское. И в целом нота, да, так и есть, потому что я вот уже сразу же, моментально в воздухе чувствую знакомый запах. Это действительно розовое шампанское, но на старте оно не прям вот искрящиеся какое-то, да, а чуть как будто приглушённое и разбавленное какой-то вот цветочной нотой. Совсем немного жасмина я здесь слышу, но ни в коем случае ни душного, ни противного, ни отталкивающего. Очень гармонично он здесь как будто раскрывается. И наверняка есть ещё абрикос. Да, мне кажется, что это розовое шампанское, абрикос и жасмин на старте. В целом старт вот этих двух ароматов, он прям практически один в один. Единственное, что, наверное, парфюм от La Pareto, он чуть более взрывной, такой вот насыщенно вкусный, и он прям с первых секунд начинает у вас на коже искриться. Вот ханан, он чуть всё равно такой поплотнее, немного более приземлённый. Давайте посмотрим сейчас на пирамиду композиции и будем разбираться. Ну что, друзья, в целом пирамида, она практически такая же, как и у истории от La Pareto. В общем-то, она повторяет оригинальную историю розовой молекулы. На старте здесь абрикос, чёрная бузина, орхидея и розовое шампанское. В сердце сливки и в базе махагонии и чёрное дерево. Пирамида красивая и интересная, но честно скажу, что я, во-первых, не ожидаю от этого аромата какой-то гиперстойкости и гипершлейфовости, и, во-вторых, я не уверена, что он как-то раскроется. Потому что, если действительно, что аромат от La Pareto, что от La Taffa, они между собой похожи, по опыту вам скажу, что вот то, что вы слышите на старте, буквально то же самое, вы будете слышать там через час-два-три, и через три с половиной вы уже перестанете слышать вообще что-либо. Потому что стойкостью, конечно, особой не отличается. Давайте дадим ему шанс, оставлю его часа на три, и потом вернусь к вам, буду всё рассказывать. Ну что, друзья, у нас с вами позади ровно три часа, сейчас буду вам всё постепенно рассказывать. Но, в общем-то, мои предположения по поводу того, что аромат практически никак не раскроется и не изменится, они подтвердились. В какой-то момент я перестала слышать здесь вообще какие-либо намёки на цветы. Мне осталось ни заявленной орхидеей, хотя я её, собственно, так и не слышала. И жасмин, который мне здесь почудился в самом начале, он тоже слетел буквально минут там через 10-15. Для меня баллом в этом аромате правят две ноты. Это розовое шампанское, причём оно на первом месте, и это абрикос. Запах довольно сладкий, он интенсивный, и в этом его главное отличие от лапаретты, потому что лапаретта, он, несмотря на то, что такой задорный, вот искрящийся, переливающийся, он неприторный. То есть здесь вот сладость, она вполне себе носибельная, даже для тех, кто сладкие ароматы, как я, например, не переносит. Ханан, он всё-таки помощнее оказался. В нём и сладость более громкая, и сам по себе парфюм более заметный, он более шлейфовый, чем лапаретта. И честно скажу, меня это немного оттолкнуло, потому что я от него в моменте прям сильно устала. Что касается стойкости, то, конечно, история, про которую я вам рассказываю сегодня, она всё-таки чуть более качественная, и я не могу об этом не сказать, потому что, например, вот лапаретта, когда ты его наносишь на кожу, первые там, ну, наверное, секунд 5-7 идёт небольшая спиртовая отдушка. Ханана такого не было, да, вот после того, как я его нанесла, там сразу же уже пошёл такой полноценный интенсивный аромат. Ну и что касается стойкости, в целом не сильно они разнятся. Не рассчитывайте на то, что аромат будет держаться на вас там от 6 часов. Потолок его звучания, как по мне, это часа 4, что, конечно, на час дольше, чем у лапаретты, но в целом этот час, как по мне, не играет никакой роли. Как же всё-таки выбирать, если вас заинтересовал аромат, но вы не знаете, в какую сторону смотреть? Смотрите, если вас не смущает интенсивность, если вам нравятся такие вот прям сладкие ароматы, где розовое шампанское прям ярчайшим образом раскрывается, где абрикос вот настолько сочный, что он аж лопается, то, конечно, обращайте внимание на Ханан, потому что он действительно по насыщенности, по своей какой-то плотности, по яркости акцентов он превалирует всё-таки над лапареттой. Но если вы, например, как я, любите такие свеженькие, искрящиеся, интересные, необычные ароматы, но не хотите чего-то такого интенсивного и чрезмерного, а наоборот подбираете для себя что-то очень невесомое и нежное, например, на жаркий сезон, то тогда, конечно, обращайте внимание на лапаретта. В принципе, оба аромата достойные, они, конечно, между собой очень сильно похожи, если не сказать, что идентичны, но вот единственное их различие, пожалуй, только вот в интенсивности и количестве сладости. Я, как обычно, прикреплю под этим видео ссылочку на магазин, прикреплю как и на Ханан, так и на аромат от лапаретта, чтобы вы, если что, могли тоже сами изучить, почитать отзывы, насколько я помню, и под одним, и под другим ароматом их набралось достаточно. Если вас также вдруг заинтересовал аромат от лапаретты, обязательно поищите у нас на канале, на него обзор вышел уже прям давненько. Очень рада вернуться к вам, обещаю больше так надолго не пропадать. Обязательно пишите в комментариях свои мнения и впечатления, если пробовали один из этих двух парфюмов, ну и если вдруг остались какие-то вопросы, тоже, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Я всегда на связи, всегда рада с вами пообщаться. Мы с вами увидимся завтра. Всем пока!